История русского севера неразрывно связана с событиями 17 века, когда в первом русском городе за полярным кругом долгие годы пробыл в заточении и в итоге был казнен великомученик за старую веру Аввакум Петров. Личности и творчеству этого человека посвятили сборник материалов научной конференции. Презентация книги стала завершающим событием мероприятий, посвященных 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, чьи жизни мысли оказали немалое влияние на часть русского общества. Это неотъемлемая часть истории нашего региона. И как бы мы ни относились к фигуре протопопа Аввакума, она противоречива, она воспринимается не всеми, и это, наверное, так и должно быть, потому что человек неординарный, личность неординарная, но эта личность, она осветила своим присутствием в таких ужесточайших условиях нашу землю. И как бы мы к этому ни относились, но с именем Аввакума связано очень много у нас здесь. Подготовка к празднованию началась еще в 2016 году. За это время реализовано множество мероприятий. Самыми знаковыми стали работы по благоустройству на территории старообрядческой поморской общины города Нарьинмара. Нам удалось, значит, поставить два креста, потом знак протопопа Аввакума, потом благоустройство сделать, памятник удалось сделать, да, вот это поставить. Провести мероприятие, празднование 14 лет протопопа, конференцию благодаря работникам музея всех ездить провести. Вот сегодня вот, вот так вот все идет, видите, что это как бы людей, вот как бы этот памятник еще больше объединил на всех местах. Личность идеолога раннего старообрядчества уделяется большое внимание. Его 15-летнее заключение на Севере неразрывно связано с историей развития нашего региона. Жизнь Пустозерска того периода времени, вот она как раз связана с периодом Пустозерской ссылки Аввакума. Плюс еще староверы, вот это вот бурление, вот эта вот полнота жизни, наверное, она характеризует вот этот золотой век, как мы называем его, золотой век Пустозерска. В рамках научной конференции, прошедшей в сентябре 2020 года, было высказано большое количество предложений по работе с художественным наследием, оставленным русским писателем 17 века. Кроме того, подступило предложение назвать одну из улиц города именем протопопа Аввакума. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал Север.